Привет, ребята! Я сегодня продолжу говорить о глагольных рисунках, verb patterns, и сегодня расскажу о некоторых глаголах, которые очень интересны. Несколько дней назад я сказал вам, что некоторые глаголы требуют после себя использования герунья, другие – инфинитива. Но есть несколько глаголов, которые могут использоваться как с геруньем, так и с инфинитивом. Но разница в значении. Это очень интересная тема. Итак, первые три глагола. Remember, forget, regret. You can remember doing something and you can remember to do something. And the same with forget and regret. Forget to do something, forget to doing something. Regret to do something and regret doing something. Итак, все три глагола remember, forget, regret могут использоваться как с инфинитивом, так и с герундием. Но если мы используем герунди, то есть глагол с инговым окончанием, у нас идет речь о том, что было уже сделано до момента речи. Допустим, remember doing something означает «я помню, как я что-то сделал, уже сделал». For example, I remember feeding my dog. Я помню, что я накормил собаку. Я помню, что накормил собаку. Если же мы используем инфинитив, получается другой смысл. For example, I should remember to feed my dog. Мне следует помнить о том, чтобы я должен накормить собаку. I should remember to feed my dog. Мы даже переведем «мне нужно не забыть накормить собаку». То есть, remember to feed my dog будет переведеться как «мне нужно запомнить накормить собаку». Тогда же как remember feeding my dog, я говорю о том, что я помню, что я кормил собаку. Ну, давайте такой логичный. Forget тоже забывать. В первом случае с герундием Я забыл, что кормил собаку. То есть, я уже ее покормил, я просто забыл об этом. Если же мы скажем Я забыл накормить собаку. Как видите, другое значение. В первом случае собака накормлена, но вы об этом не помните. Во втором случае собака ходит и скулит и постоянно «Ммм, я хочу есть, хочу есть». Итак, forget doing something – это вы просто забыли о том, что вы что-то уже сделали. I forgot feeding my dog. Я забыл, что я накормил собаку. Forget to do something. Другой смысл. Я забыл сделать что-то. Я забыл накормить. Regret – сожалеть. Regret. Опять же глагол. Regret doing something – это когда вы сожалеете о том, что вы что-то уже сделали. I regret telling you the truth. Я сожалею, что сказал тебе правду. То есть, я правду уже сказал, а теперь я высказываю свои сожаления по этому поводу. I regret telling you the truth. Я сожалею, что тебе сказал правду. То есть, я не хотел бы ее говорить. Точнее, я хотел бы, чтобы я этого не делал. Тогда же как? Regret to tell you the truth. I regret to tell you the truth. Мне жаль, что мне приходится говорить тебе правду в данный момент. То есть, я тебе еще, допустим, только-только сейчас эту правду высказываю. Какое-то печальное событие, возможно. I regret to tell you the truth, but you are not a worthy person. Мне жаль говорить тебе правду, но ты недостойный человек. Вот такая дурацкая фраза пришла в голову. I regret to tell you the truth. Мне жаль, я сожалею о том, что мне приходится тебе что-то говорить. Тогда же как? I regret telling you the truth. Это уже, то есть, вы правду сказали заранее, может быть, и несколько дней назад, но теперь вы сожалеете о том, что, допустим, признались своей жене о том, что вы ей изменили. Да, любой об этом сожалеет будет. I regret telling you the truth. Итак, первые три глагола. Герунди и инфинитив отличаются, как бы, временем. То есть, используя инфинитив, вы говорите о том, что произошло до момента речи. Герунди, я сказал, да? То есть, используя герунди, вы говорите о том, что произошло до момента речи. Используя инфинитив, вы говорите о том, что происходит либо с момента речи, либо в будущем. I forgot to feed my dog. Я забыл накормить собаку. Собака все еще не накормлена. Идем дальше. Очень интересный глагол. Stop. Останавливаться. Stop и go on. Stop. Останавливаться, go on. Продолжать. Stop and go on. Итак, если мы скажем stop to do something, это мы останавливаемся, чтобы сделать что-то. I stopped to smoke. То есть, я шел, остановился и решил покурить. I stopped to smoke. Если же мы используем герунди, мы говорим о прекращении какой-то деятельности. I stopped smoking. Я перестал курить. Все, бросил. Последнее. I stopped smoking. То же самое. I stopped to think about something. Я остановился, чтобы подумать о чем-то. I stopped to think about something. Я остановился, чтобы о чем-то подумать. Но если же мы используем в данном случае герунди. I stopped thinking about something. Я перестал об этом думать. Либо I stopped thinking. Я перестал думать. Oh my god, I stopped thinking. Боже, я перестал думать. Итак, stop с инфинитивом говорит о том, что вы делаете паузу для чего-либо. Stop doing something с герундием, опять же. Это говорит о том, что вы прекращаете что-то делать. Разница, как видите, большая. Go on. Продолжать. Go on doing something. Используя герунди, вы говорите о продолжении какой-то деятельности. She went on speaking. Она продолжила говорить. She went on speaking about her wonderful holidays. Она продолжила говорить о своих замечательных выходных, каникулах, отпуске. She went on speaking about her wonderful holidays. Она продолжила говорить о чем-то. Если же мы went, go on используем с инфинитивом, to, то мы говорим о том, что человек делал что-то, определенную последовательность действий, а потом начал делать что-то другое. Допустим, she went on to speak about her holiday. То есть, она рассказывала о чем-то одном, о своей бабушке, дедушке и еще других десяти вещах, а потом начала рассказывать об отпуске. She went on to speak about this. She was speaking about her country club. She was speaking about her country club, but then went on speaking about something else. То есть, она говорила о своем загородном клубе, а потом продолжила говорить о чем-то другом. То есть, как видите, разделение идет действий до и после. Итак, go on to do something – это продолжить с чем-то другим. Go on doing something – это продолжать делать то, что ты делал. Go on. Допустим, мы можем связать два глагола. She didn't stop smoking. She went on smoking. Она не прекратила курить, она продолжила курить. She didn't stop smoking. She went on smoking. Она не остановилась, не бросила курить, а продолжила. Итак, надеюсь, с глаголами stop и go on все ясно. Последние два глагола – prefer and remember. Эти глаголы, разница более тонкая у них в оттенке смысла. Prefer – предпочитать и like – любить, что делать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...